Ситуация со скандальной стройкой на пересечении улиц Крымская и Красноармейская получила продолжение. Напомним предысторию. Еще в 2012 году частному лицу удалось оформить участок в самом центре Анапы в собственность. А четыре года спустя произошло, как сейчас выясняется, грубейшее нарушение. Вместо реконструкции было выдано разрешение на строительство. Нынешняя администрация по поручению главы города добилась признания этого документа недействительным. Решение суда вступило в силу 15 февраля. По мнению Юрия Полякова, на этом месте должен быть не торговый центр или очередная закусочная, а комфортный остановочный павильон и зеленая зона. Однако ставить точку в этой ситуации еще рано. Борьба, в которой мэра поддерживает и общественности, и городские депутаты продолжается. Неудавшийся застройщик пытается найти юридические лазейки. О том, как развивается ситуация, в нашем эксклюзивном интервью с заместителем главы Анапы, курирующей вопросы имущественных и правовых отношений. Анжела Воликовна, о ситуации с этой, скажем так, спорной застройки на остановке по адресу Крымская 182. Мы уже рассказывали о том, что разрешение ошибочное, ну, можно так сказать, ошибочное разрешение было выдано еще в 2016 году. Как ситуация развивается сейчас? Что предпринимает администрация? Я уже говорила, что ранее постановлением администрации 22 января 2018 года разрешения на строительство были отменены. В связи с тем, что произошел снос этих объектов, собственник успел снести объекты, и невозможно исполнить решение суда, так как оно было выдано на реконструкцию объектов, объектов уже не существует. Администрация подала в городской суд заявление о пересмотре указанных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. И определением Анапского городского суда от 15 февраля 2018 года заявление администрации о пересмотре решения удовлетворено. И указанное решение отменено. То есть 10 августа 2016 года решение, что была вынесена реконструкция, оно отменено на сегодняшний день. Ну, собственник данных объектов сделал переуступку и на объекты, которые уже снесены, и на земельные участки. Кстати, земельные участки были приобретены также по решению суда в 2012 году, причем администрация судилась. Да, один земельный участок был в 2012 году приобретен по решению суда, и администрация судилась, там дошли даже до Верховного суда. То есть, если бы эти участки были в аренде, то было бы, возможно, легче решить весь вопрос. Ну, конечно. Расторгнуть договор о ренде и все. То есть, тогда тоже не удалось решить. Да, а второй земельный участок был приобретен в собственность в 2015 году, там дошли до касации, но суд посчитал, что данные земельные участки нужно предоставить в собственность. Ну, вот в связи с тем, что произошла переуступка прав и обязанностей и по земельным участкам, и по объектам недвижимого имущества, нами администрации подана жалоба, исковое заявление, точнее, в арбитражный суд о запрете любой хозяйственной деятельности, чтобы там ни юрлицо, ни джингарян не производили никаких строительных работ, также наложить арест на земельные участки, чтобы не было дальнейшей переуступки прав и обязанностей. Ну, и данное дело будет рассматриваться 13 марта 2018 года в арбитражном суде. Понятно, что бывшие собственники хитрят, тянут время. Все-таки вот что мешает поставить точку в этом споре, в этом конфликте? Все в судебном порядке, суд вынесет решение. Ну, 13 числа это уже будет окончательно или еще потом возможно будет? Нет, естественно, скорее всего, я думаю, что новые собственники будут подавать жалобы, будем судиться. Ну, у вас твердое решение довести ситуацию до логического... Конечно, у администрации есть все законные основания для этого. Мы должны отстаивать интересы граждан города Анапы. Что необходимо сделать, чтобы, или может уже делается, чтобы вот такие ситуации впредь не повторялись, не возникали даже, чтобы не было даже прецедента? Ну, мы ведем работу в этом направлении, посмотрели, подняли все документы, где остановочные павильоны уже предоставлялись в аренду. Подали в Росреестр в одностороннем порядке о расторжении данных договоров. Естественно, нужно не допускать таких ситуаций. Смотрим, когда подают разрешение на строительство каких-то павильонов, администрация не пропускает. Администрация действует в соответствии с действующим законодательством. Законодательством не предусмотрено каких-либо строительств на остановочных, на остановках. Нажаля Олеговна, спасибо большое за этот разговор и удачи вам в вашей, на самом деле, очень легкой работе. Спасибо.